Саммит НАТО, необходимо вновь подтянуть обод, стягивающий ряды Альянса, Сан-Кейсимбун, Япония. Редакционная статья Сан-Кейсимбун, Япония. 9 декабря 2019 года. На саммите в Верхах, приуроченном к 70-летию НАТО, было принято лондонское заявление, подчеркнувшее необходимость противостояния к китайской угрозе. Сегодня, когда спустя 30 лет после окончания Холодной войны мировой порядок переживает новый поворотный момент, следует высоко оценить тот факт, что страны-члены НАТО, совместно противостоявшие и противостоящие угрозам со стороны бывшего Советского Союза и России, на высшем уровне продемонстрировали свои опасения в адрес Китая. Пекин в настоящее время наращивает свою оборонную мощь и в космосе, и в киберпространстве. И хотя выработку коллективным Западом нового курса, который внес бы необходимый вклад в обеспечение стабильности в мире, следует признать соответствующий сегодняшнему моменту, в то же время нельзя не отметить, что на саммите в рядах западных руководителей ощущались некоторые разногласия. В этой связи возникает беспокойство относительно того, сможет ли Североатлантический Альянс в достаточной степени ответить на складывающуюся ситуацию. Президент США Дональд Трамп отменил итоговую пресс-конференцию на саммите и неожиданно отбыл в Вашингтон, обидевшись на подтрунивание канадского премьера Джастина Трюда, посмевшегося над излишне долгим общением Трампа с американскими журналистами. Обращение участниками саммита внимания на китайскую угрозу президент Трамп оценил позитивно, заявив, что становится фанатом гибкого НАТО, но в то же время он раскритиковал Германию и некоторые другие страны, не желающие довести свои оборонные расходы до целевого уровня в 2% от ВВП. На это возразил президент Франции Эммануэль Макрон. Он вообще призывает к созданию западноевропейской армии без Соединенных Штатов. Еще до саммита французский президент заявил о смерти мозга НАТО в связи с атаками члена Альянса, Турции, против курдских вооруженных формирований на севере Сирии. В то же время президент Турции Реджеп Таип Эрдоган сближается с Россией и приобретает российские средства ПВО С-400, что вызывает неприятие у других членов Альянса. Эрдоган, в свою очередь, заявил о том, что мозг умер как раз у президента Макрона. Президент Трамп приструнил Макрона, высказавшись в том плане, что именно Франция, как никто другой, нуждается в НАТО. В то время как НАТО в ответ на угрозу, исходящую от России, увеличивает контингент войск США, Великобритании, Германии и Франции, размещенных в трех прибалтийских государствах и ряде других стран, Макрон на пресс-конференции заявляет о том, что не видит в России врага. Такая мягкотелая позиция не может не вызвать беспокойства в странах Восточной Европы и Балтии. НАТО должна как можно скорее устранить такие разногласия в своих рядах. Сохранение существующего положения лишь играет на руку авторитарным государствам, России и Китаю, при следующем цель сломать сложившийся миропорядок. Россия и Китай углубляют военное и экономическое единение. НАТО, которая достигла наивысшего в истории успеха, добившись победы в холодной войне между Западом и Востоком, должна срочно подтянуть ослабевший обод, стягивающий альянс воедино, и сплотить свои ряды ради защиты свободы, демократии и главенства закона. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ. Продолжение следует...